Вилеш Тилвилд, повседневные изыски писательского мастерства, Ирина Диденко, графика, новая мочалка появляется на нашей кухне тогда, когда изнашивается старая, обычно я мою ей кухонную посуду, а тут на пол случайно шмякнулась жирная фермерская сметана, а старая мочалка на глаза не попалась, словно специально куда-то запропастилась, и дело пришлось за новой, взял, намочил и вытер с пола сметану, а заодно и вспомнил как меня ругает жена, мол, столовой мочалкой для приборки остатков еды мусор не подтирают. Расстроился, взял смывку и тщательно промыл новую мочалку, которая уже приняла падение на себя, и если бы это падение заметила супруга, быть бы ей подтирочной мочалкой в туалете, в уголке для кота, который регулярно криво поднимает свой хвост, и тогда в ход вступает особая половая мочалка и русские к ней бранно-матерные слова. Например, когда коту надо мочить на песок, на песок, на песок, а тот, когда это строго говорится, произносится, но тот уже нет, он спрятался в уголок, в уголок, в уголок. А мочалка, та, что за эвриком спрятана, старая, сморщенная и ветхая горько рыдает. Опять я, опять я, но нет, на сей раз все обошлось. Новую зеленую мочалку я втихаря постирал и положил на место, она еще помоет грязную кухонную посуду. А, значит, еще поживет, еще не дойдет до степени. Опять я, опять я, опять ее мать в конскую рать. У кого-то есть хоть что-то еще добавить. В Киеве совершенно случайно образовался новый круг почти культовых интеллектуалов со своими книгами-картинами и со своими гуру, со своими кафе и со своими позициями, с которых, если честно, никого и прежде они не задевали и никого настырно и прежде они не касались, а просто плыли по течению жизни. Но, увы и ах, это удивительная трудяга жизни. Это она все эти духовные щепки однажды превратила в достаточно устойчивый маленький плотик, а на маленьком плоту, как на маленьком плоту. Скучно, кучно, мелкообразно, но при каждом выплеске света, светло и удивительно, хоть на всякий случай у каждого за пазухой свой собственный персональный пестренький, солнечный, многовсякий мир, а значит у каждого, свои собственные крепкие грани реальности и на том, слава тебе Господи, аллилуйя. Ведь в прошлые годы и даже десятилетия многие тусовки в Киеве либо понебратствовали, либо совокупно дружили противных иных других, и могли принадлежать к совершенно противоположным этно, гомо, или, образовательно, или к уже прочим хрен нежелательным подобным образом тусовкам, отчего к горлу временами подкатывало особое чувство. А не послать ли все это движение киевского фремонда нах, нах и еще раз нах. Но вот прошли годы, и все устаканилось. Каждый одел на себя уже не личину, а некий соответствующий ему одному многогранник самости и глубоко погрузился в собственное им все, отчего обрел свою собственную исключительную дремучую самость. С этим все, и отныне все в синхронном одиночном плавании, всем общий привет. Чисто внешне нынешние творческие тусовки стали напоминать некогда затонувший Титаник, о котором говорят, что его днище было выполнено, вы только подумайте, методом электросварки, изобретенным только через 60 лет после его гибели. Это потому, что это днище якобы досталось Титанику от допотопной цивилизации, и только затем его тупо клепали, отчего первый удар с айсбергом был столь сокрушительным, и клепком наступил полный каюк. Так было, так есть, так будет. Если современная украинская автора все еще ведется на местечковый мейнстрим, то литературным тусовщикам, достаточно популярным, достаточно известным, достаточно образованным, достаточно продвинутым на это просто «насрать». Да-да, и слева «насрать», и справа «насрать». Я акцентируюсь на этом слове, пусть оно выйдет в голову тем, кому удобно быть и оставаться всегда вчерашними сокрызками чувств, согрызками веры и с огромными ошметками совести. А я пока отправлюсь на диспут. Кто такие евреи и кто такой Вилеш Тилвилд, туда же, Вилеш Тилвилд. По жизни еврей, в этом стиле смысл его жизни, в которой главное содержание – это ни с чем не соразмерная еврейская мешпуха. Семья. С данной матерью в интернат, брошенный отцом, я не имел нормальной семьи, а интернат – это тебе не мешпуха. В нем не был ни Бога, ни друзей, ни надежды, ни веры. Да и вообще религиозность в советских евреях обрезали жестоко и кроваво. У Исаака Бабеля мудрые раввины – далеко не смелые люди, люди-улитки. У простых евреев киевских древней Яхве – это целый мир. Израильтяне же держатся в быту за Гошем, Гатаню, Габрахтмунис. Баптисты же – не евреи, и им хватает одного неведомого еврейства и еговы, к которому простые евреи отношения не имеют. Я родился в Киеве в традиционно еврейском доме намного лет раньше до того, чем пришло время, когда в Игупец прибыли первые раввины нового времени, которые на Сидур пели религиозные тексты на мотив песен гражданской войны, типа «По долинам и по взгорьям». Не лечите меня так и не обретенной никогда верой, просто помогите писателю, так и недопущенному в НСПУ, реально выжить на минимальную пенсию, или просто выжить в галуте. Спасите неопубликованные книги мои, берегите их, и вы начнете понимать нынешнее советское еврейство обширнее и глубже. Впрочем, православие не предлагать. На худой конец вслед за бравым вояка Иосифом Швейком XX штрафником приму тюремный католицизм, поскольку он наиболее полно отражает мое равенство с теми девятнадцатью тюремными заключенными в белых подштанниках. Во-первых, уже потому, что всех на Буды богато, и мы будем бузить, типа «Нась не подолоты», или как там еще в народной песне поется «Бэры швыдка шапку, тикай к черту за хаты». Впрочем, последние строчки конкретно никого уже не касаются. Мне ничего не надо, кроме изданных книг. Будут книги, будут роялти, будут гонорары. А нет, так нет. Смеюсь. Главное, вновь обрести в мире близких, цель или мечту, или пять шекелей, или девять долларов по-арамейски, поскольку стереотипы это удел слабых людей, о чем неистово орет по-украински сиплый репродуктор воистину грошовым адп, а дома при этом подвывает телек. У нас с тобой разный жизненный опыт, разные восприятия жизни, разные шкалы обвальной душевной накипи. Опять же, мы с тобой разные, констатирует моднявый экзек Сеня в наколках и фенечках. Жрать Сене по сути нечего. В кармане у него знак японского изобилия, вишнево-подлакированный водный дракон и эти золоченные пять шекелей, которые уже выведены из монетарного оборота и реца. Все травные чаи похожи на ненавистную с детства моей жены алтейку. Чабрец алтейка, душица, алтейка, мята, алтейка, травяной сбор, прежде алтейка, дальше, сено. Воистину, судьба, злодейка, степень сухости определяет некую травную индивидуальность, сено, алтейка и далее по тексту, трава. Прикольно, но пить крафтовые производственные травы невозможно. Меня в детстве поили карпатскими мелиссой, мятая чабрецом. Взбивали сердечную аритмию. Какую дебил при очередной азербайджанской закупи назвал этот крафтовый чай чабрецом, более похожий на алтейку, а через месяц на сено, из которого французы в Николаевской области гонят стеновые материалы. На почве голода и одиночества у сени развивается городская шизофрения. Я ему умолительно говорю, мол, молчи на люди. Стаканчик одесского купажного красного вернет тебе адекват. Он умозрительно замолкает. Его макнула жизнь по самые медобийцелы. Гарики, шарики, кумарики будут собирать кездоватые таблеточки для детей. Все и всегда для детей. Айфраим Сивилла и Вилешил Вилт будут тупо до Нобелевки писать о закадровом, порушенном незалежности украинском еврействе, которое в селках нищеты в Иреце не принимается. А ведь тот же Синяв изначали ювелир. Разбирается в камнях и каменьях, смальтах, патине и запахах эпох. Увезите его, суки. Не дайте сдохнуть в стране вечно зеленых помидоров. Оплатите его путь на Голгофу в Ирец. Не оплатит. Будут собирать сотни тысяч гривен на таблеточку. А шо ж, мля, муар, вся жизнь на таблеточках. Шо ж вы там, в прошлом так тупо и главное, чем только ужрались. Теперь, правда, в моде обкоморились. Усе непрестижная фурнитура на кармашках кортица, на лацканах, гербами вверх, как всплывшая тухлая рыба, украинские пятикопейчики. Ще, говоришь, не вмерла Украина. И в подголоске народной, суки царя небесного. На том и аминь. На еспрессад в базе Лиславка Вакарчук. Славик Вакарчук, талант превращенный в память. Борис Немцов учил Славика и его ребенка стоять на коньках. Обучил конечной езде всего за полчаса. Поток песен. До боли знакомых, любимых, но вот по накалу исполнения видны самые выстраданные, самые трудные, самые любимые. А тут еще совпало, парад планет. Запущены коды космической очистки гаджетов в ноль. И так будет предстоящих пять дней. И тогда останутся только самые трогающие за душу слова, только самые любимые строчки, самые любимые музыкальные фразы. Когда много слушаешь, читаешь одно и то же. Своё, чужое, прошедшее через душу, оно, как капля на носу приближается, приближается, приближается до растекания, до тончайшей пленочной растечки, за которой бездна беспамятства. И потом капли солода, патоки уже не поднять. Она смешалась с потом и болью, перешла в кровь, и там растворилась. Одним словом, пробуйте хотя бы однажды так сказать, так спеть, так написать, так почувствовать эту ширку катарсиса. В чем прелесть Славика, что всякий раз возникают у него новые любимые песни и новые любимые акценты и интонации. Концерт прошел, ничего не длится вечно, а нам все перебирать и перебирать струны на душевных ситарах и блаженствовать от этой прекрасной ширки. Ширки творчества, спасибо Славик, ты заставляешь чувствовать себя украинцем. Светлая память Боре Немцову, моему несостоявшемуся земному патрону, то бишь, амин.